Возрождая традиции, так можно сказать о семейном бизнесе архангелогородцев Кувиковых. Супруги занимаются кожевиным делом, и для них это не просто предпринимательство. Пара хочет реанимировать, развивать и распространять старинное ремесло. Алексей Карельский подробнее. Табличка на двери под стать названию. Сделана из кожи. В самом помещении ее в разы больше. Свернута в рулоны, нарезана на заготовки, сшита в готовые изделия. В царстве кожи правят Михаил и Ольга Кувиковы. Вот это кожа растительного дубления, то есть здесь рисунок сделан полностью ручной, с помощью специальных штампов. Труд ручной, товар штучный. Заказы на эксклюзив приходят даже из Европы и США. Семейному делу уже пять лет, а ведь началось все с того, что Михаил попал под сокращение на прежней работе. Решил заняться чем-то для души и для людей. Выбирал между кузнечным ремеслом, ювелирным и кожевиным. Остановился на последнем. Прошел обучение в Санкт-Петербурге. Поднабравшись опыта, открыл мастерскую Архкожа. Поначалу было трудновато. Навыки, которые я получил на учебе, их недостаточно было для того, чтобы сразу прийти к какому-то заработку. Никто мне не рассказывал, как ценообразование в этом деле осуществляется и прочее. Приходилось ко многим вещам приходить самостоятельно. Пригодились знания, которые супруга Ольга получила на программах «Ты предприниматель» и «Мама предприниматель». Продвижение их семейного бизнеса сегодня держится на ней. Недавно пара перебралась в новое просторное помещение. И не просто так. Мы планируем создать новый кожевенный цех, в котором будем давать как мастер-классы для всех желающих, и для детей, и для начинающих кожевников, и для опытных, которые хотят освоить какие-то новые навыки. Так и будем предоставлять рабочие места, так называемый коворкинг, чтобы мастер мог прийти к нам, ориентовать рабочее место на необходимое ему время, на час, либо на целый день. Мы предоставляем ему не только стол, но и необходимый инструмент. Цель супругов – возрождение и развитие кожевиного ремесла. В этом начинании их поддержало Агентство регионального развития. В рамках национального проекта – малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Немало решений было реализовано. Это и помощь в структурировании финансовых инструментов. Полученные консультации по линии Центра поддержки предпринимателей, Центра поддержки экспорта. В перспективе обсуждены варианты участия в экспортных поставках, участия в выставках Российской Федерации. Помощь кураторов из агентства наверняка еще не раз пригодится супругам в реализации их задумок. Сейчас, например, они вынашивают идею проведения в регионе фестиваля кожевников. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29.